От тротуарной плитки до малосольных огурчиков. Чтобы раскрыть производственный потенциал уголовной исполнительной системы региона на 100% и усилить процессы по импортзамещению, нужно задействовать все возможные трудовые ресурсы. На базе исправительной колонии номер 15 прошла рабочая встреча, участниками которой стали представители городских властей, профильных министерств и ведомств, торгово-промышленные палаты, а также глава Самары Елена Лапушкина. Членам делегации показали продукцию, которую изготавливают осужденные. Обширный ассортимент товаров соответствует всем требованиям нормативной документации и самым высоким стандартам качества. На экспозиции гостям представили образцы строительных материалов, изделия из пластика и металла, бытовую химию, продукты питания и текстиль. Страх любая, порошковая, не порошковая, кованное ограждение, деревянное ограждение. Потенциальные коммерческие партнеры УФСИН могут использовать свободные производственные цеха для своей работы. Для этого на базе исправительных учреждений созданы все необходимые условия. Согласно федеральному закону номер 44, государственные заказчики имеют преференцию на заключение любого контракта УФСИН как с единственным поставщиком без конкурсных процедур. Любой коммерческий партнер наш, заключив договор, может зайти на территорию учреждения, завести свое оборудование, привести свою технологию. Наша задача будет организовывать ежедневное количество рабочих рук на территории вот этого нового производственного объекта. Также мы приглашаем государственные учреждения взаимодействовать с нами более плотно. В настоящее время есть свободные производственные мощности на металлообрабатывающих участках и свободные производственные мощности на деревообрабатывающих участках. Отдельная гордость региональной уголовной исполнительной системы швейное производство. Эта отрасль является наиболее развитой. Около половины всех осужденных изготавливают спецодежду, головные уборы, костюмы, постельные принадлежности, матрасы, белье и фирменное обмундирование для сотрудников силовых ведомств. Мы заключали контракты, их уже выполнили для учебных заведений Самарской области. Бойцовки им шили. То есть сейчас студенты в тех бойцовках, которые мы произвели, будут в стройотрядах выполнять те задачи, которые поставлены. По словам сотрудников СИН, в исправительные учреждения попадают молодые люди и девушки, многие из которых не успели получить профессию на свободе. Чтобы встать на путь исправления, осужденных привлекают к физическому труду. У каждого из них есть возможность освоить новую специальность и получить профильное образование по 28 направлениям. От швейного мастерства до металлургии. Эти навыки помогают людям не только наладить свой быт в местах лишения свободы, но и максимально быстро пройти адаптацию на воле. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.